Где ваша экономическая программа? Ну, зайдите в газету «Искора». Там наша программа вся, и политическая, и экономическая, и так далее. А вы какую хотите экономическую программу, которую вам из школы экономики показывают, то вы можете сразу жопу вытереть этой экономической программой. Понимаете? Потому что такими вот тонкостями ничего не решается. Когда такая ситуация, то решается крупными мазками. И основа нашей экономической программы, чтобы вам не читать, я думаю, вам лень, если бы не было лени, вы бы уже зашли. Первое – прощение долгов, всех долгов, в том числе и по алиментам, и государство возьмет это на себя. Это люстрация, а соответственно конфискация всего награбленного, люстрация тех, кто грабил, да, ну, понятно, какая будет люстрация, да, и конфискация всего этого. И, как Шариков говорил, отнять и поделить. То есть, открытая площадка в интернете, где все, что конфисковали, будет разложено, у каждого будут определенные баллы, да, и мы делим это среди народа России. И дома, и дворцы, и машины, ну, будет много имущества, которому никому не нужно, конечно, там дворцы какие-то огромные, но что-то с ними придумать. Долю каждого определен в национальных богатствах, обязательно, да. Увераем государственную собственность, у нас не будет понятия государственная собственность, у нас будет собственность общественная. Что, значит, за каждым закрепленной, да, твоя доля, твоя личная доля, да, так, в любом Газпроме и так далее, ты с этого должен что-то получать. И прочее, прочее. То есть, вот это основа, конечно, да. То есть, именно национализация, такая особенная национализация. Не так, что это все, это все принадлежит государству, да пошли вы нахер, какому государству. Это все принадлежит народу, каждому, Иванову, Петрову лично, да. И самое главное, да, о чем мы говорим, это реституция, да, в связи с приватизацией, которая была проведена. Что такое реституция? Приведение сторон в первоначальном состоянии. Какой-то Прохоров там владеет на риск никелем. С какой стати? Он его что, строил, блядь, с Кайлом там стоял, узкоколейки проводил? Нет. Конечно, на риск никель будет национализирован, да, а Прохоров должен будет выплатить все, что он оттуда украл. Все абсолютно. То есть, мы выпросчитаем, сколько паренек ты, так сказать, получил, какие доходы, куда ты это делал, на каких шлюх потратил. Давай, возвращай, пока не вернешь, будешь в розыске, соответственный суд, суды будут проведены, да, и люди будут приговорены заочно. Я не знаю, к чему, но фраза в гробу, в общем-то, аббревиатура говорит о том, что все грабившие Россию обязательно будут уничтожены. Если они вдруг не понимают этого сейчас, то поймут потом. Если они понимают это сейчас, то они могут, по крайней мере, сейчас, вот еще у них остается время, как-то выкрутиться, да, способствовать революции и, естественно, раскаяться, деятельно раскаяться. Вот основа, так сказать, нашей экономической программы. Нравится она, не нравится, нам похер. Мы будем это делать в любом случае, да. И никакой чубайской приватизации следа не будет. Понятно, что ни у кого квартиры эти страны отнимать не будут, да, а будут национализировать основные отрасли производства, да, промышленности, сельского хозяйства и так далее. Кому будут принадлежать средства производства и будет ли конкуренция среди экономических субъектов, безусловно. А кому будут принадлежать средства производства, если мы национализацию проводим, да, и не будет государственной собственности, а будет собственности общественной. Значит, средства производства, в том числе, будут принадлежать и вам. Это те, которые есть, а которые вновь будут созданы, они будут принадлежать тому, кто их создал. Прохоров, бля, вдруг одумается, придет и создаст каких-то роботов немыслимых. В чем я очень сильно сомневаюсь, потому что он не мог машину сраную сделать, электрическую, да. Но если такой будет, ну, значит, они, эти роботы, будут принадлежать ему. Это же очень просто, да. Кому принадлежать? Кому, кто это сделал. А кому же еще? Прохоров смоется за границу, он уже живет за границей, он в Израиле живет сейчас. Видите, такой русский, всегда говорю, русский олигарх Прохоров, в том раз оказался, получил этот паспорт. Да, да, он не по-настоящему получил. В Израиле не по-настоящему не дадут. В Израиле В Израиле В Израиле В Израиле В Израиле